Если начинаются штормы наводнения, то следовательно тоже в этот период не особенно ты будешь передвигаться, не получится. Мосты, хотя и наводили, например, такой мост был исторически дольше всего существовал, он назывался Сенатский мост, он от Сенатской площади проложен до Кольщиковскому дворцу, получается, вот так он проходил, теперь на этом месте его нет, но это и был основной мост на Васильевский остров. И он могло его и разнести в ходе сильных наводнений, потом опять же осень, начинает замерзать его, и таким образом жить на Васильевском был не очень-то удобно, не очень-то удобно, поэтому аристократия там не стремилась проживать, а только при Петре Первом были эти попытки, и... Но с другой стороны, постепенно в Васильевске формируется, во-первых, как центр морской торговли, связанный с судоходством, судостроением, с торговлей, с биржевая часть его, и наука, а все-таки наука, искусство, то есть на Неве складывается при Кунскамере Академия Наук, потом отдельное здание уже построил к Валенге, рядом расположенное, не такое заметное, как Кунскамера, и затем Академия, и в те же времена уже при Екатерине Второй строится, Вален-Давам отстроит Академию, банк и доходный дом Вальвельберга, вот слева, стиле на его ренессанс. Тут пример как раз перед самой революцией застройки этой части города. Проезжаем мы самые яркие открыточные виды, дворцовая площадь с Зимним дворцом, и собственным садиком, который сейчас особенно не выделяется, хотя когда-то было ограничено решеткой до революции, и погуляли здесь члены императорской семьи с детьми справа. Куда едем? Ну что, Кунскамера туда? Так встань, что-то там? Да, вот туда, налево, к ней встань сбоку. И по дворцовому мосту, который был достроен только к 1917 году, то есть вот этот мост, хотя он и считается не главным мостом разводного Петербурга, потому что он от Невского все-таки идет, и на Стрелку Васильевского острова, но, тем не менее, он далеко не самый старый мост. Старше его и мост Литеранта Шмидта, Благовещенский, к западу, и Троицкий мост 1900 года, и Литейный, сложный за ним, еще на выборскую сторону ведущий. Да и, кстати, Абуховский тоже, да, мост Петра Великого. То есть, таким образом, дворцовый мост. Хотя здесь и бывают, периодически наводили временные переправы, но вот постоянный мост появился только в 1917 году. Кстати, это интересно то, что, получается, дворцовая площадь, да, и Зимний дворец, да, собственно, это было довольно спокойное место. Не было такого ажиотажа и такого шуба, как сейчас, мимо дворца. Разве что понапережно. Так, а сколько у нас тут? У нас мало времени в уши. Слушай, крючок, утонемся, значит, просто-просто проезжаем. Проезжаем сейчас там. Да, там мешает нам друг. А, не-не-не, не здесь. Следующий поворот. Просто покрутимся немножко, потому что я с моего носа два часа, и я не успею вот это там вот участвовать. Так. То есть, как мы видим, Менческий дворец находится в состоянии реставрации, вот к нему примыкают эти корпуса уже кадетские, и в самом дворце располагалось командование корпусом. Здесь в большом бальном зале награждения производились кадеток. Ну, а изначально наша территория была отдана Петром Первым для губернатора Петербурга и Ингерманландской губернии, или же Петербургской потом, переименовали Петербургскую губернию. Александр Ильичу меньше кого. И вот если посмотреть на, в частности, план известного изображения, такая гравюра, известного художника и гравюра Зубова, начала 18 века, то мы с вами можем увидеть Меншиковский дворец наш, да, вот он расположенный, при том, что здесь под Невы, вот корабли, да, по Неве идут, Меншиковский дворец, а дальше в глубине, вот мы видим, что канал уходит, и в глубине еще многочисленные постройки, включая у него там был летний запасной дворец еще, располагался деревянный, и многочисленные склады, то есть вся эта территория ему принадлежала. И отсюда у Меншкова была хорошая возможность, в случае чего какие-то товары, грузы, которые прибывали на Васильевске, задерживать у себя. для какого-нибудь досмотра, например. То есть есть такой известный эпизод, который точно неизвестен, то есть правда это или все-таки это легенда, о том, что когда привезли в корабль из Голландии, из Амстердама, прибыл и привез дельфский фаянс, дельфскую плитку керамическую, для облицовки печей в петербургских домах вельмож, то Меншиков распорядился разгрузить товар этот на вот этом канале, один из каналов, получается, можно сказать, он это Меншиковский канал, так назовем его условно, разгрузить его там, после чего он уже сам решит, куда и кому будет этот фаянс отдан. Ну и большую часть этой плитки использовал для облицовки на своих парадных покоях на втором этаже, ну, честно, там просто и были его покои. В спальне его кабинета, в спальне его дочери и так далее. Поэтому если сейчас попасть в Меншиковский дворец, посетить его интерьеры, то вы удивитесь, потому что там стены и даже потолок у них где облицованы вот этой вот плиткой. Хотя вообще-то она только для печей была нужна и использовалась. Это очень характеризует личность Меншикова со всех сторон, как с точки зрения его казнократства, да, и увлечения нецелевым таким расходованием казенных средств, да, и закупленных Россией, так и бескусицей, которая, ну, такая дурновкусие его было свойственно. Кстати, если посетить этот дворец, у него есть особенности, он отличается от всех остальных тем, что его структура напоминает скорее, на самом деле внутри московские палаты, нежели классический такой наш дворец XVIII века. Мы ходим на такие тяжелые своды, подвальное помещение, потом первый этаж тоже для слуг, прислуги, там кухни расположены, относительно низкие потолки, только второй этаж уже парадный с картинным залом, с вот большим бальным залом Меншиковским. Ну, в общем, напоминает он какие-то дворцы 17-го еще столетия. То есть это в данном случае, хотя и работали итальянские архитекторы во главе с фонтанами, тем не менее Меншиков явно диктовал, что и как нужно строить. Потом, когда его лишили всех этих обладений, то семья выехала Березов, а дворец отошел в казну при Петре II, и вот она, наверное, у нас здесь разместила кадетский корпус. Обратите внимание, что над фасадом дворца, как и в Вараненбауме, где у Меншикова дворец тоже строился в те же самые годы, мы увидим корону. Почему же, откуда же это корона? Что же это за корона такая? Получается, на Васильевском острове единственный будет такой вот дворец с короной. С подвижника Петра I, потому что... Но, тем не менее, корона, как же так? Неужели Меншиков мог быть короновым? Он действительно хотел свою дочь выдать за свадьбу, планировал за Петра II, но это не признак короны все равно, это не дает ему прав. Дело в том, что Меншиков был герцогом или князем. Единственный, кстати, в России из русских герцог. Герцог Ингиманланский и одновременно князь Ижорский. То есть такой у него двойный был титул. А герцоги, как и князья, имеют по геральдике корону. То есть это герцогская корона в данном случае. Но это все равно давало повод придворным воумышлять Петреншикову, и, в частности, молодому уже императору Петру II, и говорит, что вот посмотри на твой будущий тесте, он и так метит во императора. Он у него корона над дворцом. В Орнебауме точно такая же корона можно встретить. Ну что ж, вот это самого старого здания. Для Петербурга не характерно наличие пешеходных улиц, хотя в большинстве городов по России такие улицы есть. Обычно это называют там какой-то местный Арбат. Там в Москве есть Арбат, в Твери есть Арбат, это Трехсвятская там улица, к примеру. Да много где. В Гатчине, да, в Гатчине, кстати, да, в Гатчине есть Арбат. Вот в Екатеринбурге я сейчас был, там тоже есть свой Арбат, улица Райнера называется. Это улица Бауманов, в Казани и так далее. А вот в центре Петербурга такого нет. Но у нас есть идея улицы Рубенштейна сделать такой пешеходной, но пока не сделали. Но по частям города, тем не менее, такие места есть. Малая Садовая, например, или вот Андреевский бульвар, как его называют. Хотя бульваром он стал превращаться только в 90-е годы. Стал бульвар, то есть до этого здесь была такая же проезжая линия, две линии, как и другие части. Но вот этот вот его новый статус, тем, что он стал пешеходным, сделал его центром, в общем-то, Васильевского окончательно. То есть здесь старые появятся лавочки, кафе, интересные магазины. Ну и кроме того, здесь, конечно, крайне симпатичная застройка, храмы и старинные дома. Мы сейчас с вами пройдем вглубь, ближе к Среднему проспекту, дойдем до памятника основателя Васильевскому острова. Пойдемте немного углубимся, а потом вернемся уже к собору. Продолжение следует... Да, Данил, да, 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 привет, Кей. Хорошо, ага, хорошо. Хорошо, ладно, ладно, хорошо, давай, да. Хорошо, хорошо. На месте, когда-то был Василий-Островский кинотеатр, Андреевский кинотеатр, тоже у меня есть изображение этого здания, но здание было закрыто в 90-е и в конце концов разобрали его. Паузовский кинотеатр. Устроили этот дом с мотивами петербургскими архитектурными. Перед ним памятник Василию Корчмину в 2003 году. Человек, благодаря которому, возможно, «Остров» действительно получил свое название. Правда здесь есть две точки зрения. Первая такая, что Петр действительно писал на «Остров» Василию на «Остров». Петр очень специфически писал, у него были большие проблемы с орфографией, с логическим построением текстов, поэтому иногда у него не такая путаница слова бывает. Города можно назвать совершенно по-разному. Писать там у него «Арненбаум», например, то «Раненбом», то «Раненбум», то «Ромбов». В итоге «Ромбов» до сих пор название используется. Здесь то же самое, поэтому понять точно сложно, что имелось в виду. То есть к Василию на «Остров», то есть к Василиеву. И возможно, что действительно так, потому что Корчмин руководил устройством «Галер» в «Галерной гавани», это район Лилекспо сейчас, нападная часть, юго-западная часть Василиевского, которая застраивалась там, слободы рабочие располагались и вот вверхи. Она была отдельно от основной части Василиевского, то есть здесь идет застройка с востока на запад, а там она была на пяти очевидных, в «Галерной гавани» А посредине были леса, то есть кладбище, в Смоленской кладбище, на земле, в пиле, и были финишские маленькие перевушки и тудора, посреди от рукавадай. Вот такой вот был остров. Так постепенно, неравномерно развивался остров. Корчмин также известен тем, что он еще и шведами успешно противостоял шведам, рыли батареи на побережье острова Котлин и устраивали крепость уроншлот. То есть был незаменимый человек в плане любых артиллерийских дел, в плане судостроения, то есть он занимался сразу всем фактически для обороны Петербурга. Вот возможно, что от него. С другой стороны, есть упоминание, что некий Василий Костров существует еще в описаниях торговых сделок купцов Новгородской республики. То есть это у нас 15 век. Уже какой-то Васильевский остров на Неве Васильев упоминается. Что же это за остров, непонятно. Может быть и наш. То есть невозможно точно сказать. Может кто-то из русских, святого Петру Первому. Вспомнили про то, что его называли традиционно Васильевым. Ну и третье название, точнее второе название. Первое одно, но там загадка, происхождение непонятно. А второе название это Васиный остров или Хирвисаари. Так его называли местные жители Фины. Так же как все соседние острова, у них имели название свои. То есть Янисаари, это Зайчий остров, так и осталось. Койвисаари, Березовый остров, это теперь Петроградский. Ристисаари, это Крестовский, вот он не изменился. А вот Лосиный остров Хирвисаари, он стал Васильевским. Многое связано с животными, конечно. Кисенсари, есть такой кошачий остров. Есть Ретусаари, это Кронштадт. Это Лисий остров. Довольно забавно. Представим себя как сказка какая-то. На каждом острове какие-то животные водятся одной породы. Ну, ладно. Мы с вами сейчас пройдем, вернемся к церквам. И вот вы еще могли обратить внимание, что рядом с церквями был еще один старый домик. Желтый домик. По нему было видно, что он явно старше, чем остальные доходные дома здесь. Вернемся к ним. Создавал первые изображения, такие вот планы и чертежи домов петербургских, которые потом взял за основу трезини в дальнейшем. То есть это дома в один или два этажа с богатыми обрамнениями окон, с мелкой растекловкой, конечно же, как было принято в те времена, и с высокой такой мансардной крышей, характерной для французских зданий, парижских прежде всего домов. Ну, кое-что у нас оттуда перешло, как вот в Меншиковском дворце такие же имеются в мансарте, где-то их нет. Потом в последующем архитекторе продолжали вот традицию такая вот Петровская барокко. Поэтому дома этого времени, они были характерны, то есть выделенные окна с мелкой, ну здесь вот такой мелкой растекловки, но зато вот богатое барочное обрамление окон, фигурное такое вот, мы его весь видим. И каменные наличники фактически. Заниженный первый этаж, ну то есть вот он цокольный уходит ниже. Это связано с тем, что культурный слой вырос, и постоянно приподнимая набережную, а здесь, кстати говоря, интересно, вот мы сейчас стоим, видно, что здесь есть изгиб. Вот на этой линии есть изгиб. Изгиб в центру. Так, в центру, а потом снова неожиданно поднимается, потому что бульвар проходит. Это о чем он говорит, о том, что здесь когда-то был проложен канал в конце правления Петра Первого, а засыпан был только в 1860 году, включательно. При Лизе Петровне был засыпан. В общем, есть такие жуткие истории про то, что как-то раз ехали некий, был по фамилии Борделиус, один из преподавателей при Академии наук, один из помощников академиков. Вот его везли в карете, ему стало плохо, он был очень выпивший сильно, вылез из кареты, перевалился здесь вот на этой линии и утонул в этом канале. Такая вот, хотя каналы эти были не очень, там было много воды, но тем не менее, вот такая история тоже имела место быть где-то вот примерно в этом месте. Сейчас ты должен себе представить. Дом Троекурова называется, вот это один из домов, сохранившийся с петровских времен. Он перестраивался многократно, ну вот теперь есть кафе правильности и радости, естественно, интерьеров никаких нет, но это пример настоящего дома начала 18-го столетия, то есть ему уже 300 лет, около 300 лет. Он как раз построен был в 23-м году, то есть ему скоро будет 300 лет этому зданию. То есть такой классический особнячок с мансардой, то есть с мезонином, да, точнее мезонином на второй этаж, напоминающий какие-нибудь купеческие дома в провинции. То есть вот он, Петербург, еще не свожившийся до конца, как такой город доходных домов. И здесь же рядом с особняком стольника Троекурова, который занимался торговыми сделками с иностранцами на бирже, стоят два храма. Оба, опять же, в стиле барочном, еще барокко. Один постарше церковь Трех святителей, вот она первая, следующий Андреевский собор, он уже при Екатерине второй достраивался. Подойдем сейчас к церкви Трех святителей и увидим там одну странную табличку при входе. Давайте ее найдем, эту загадочную табличку. Это echo. Продолжение следует... Продолжение следует... Это грузинские литеры, грузинский язык, и это надгробная плита, часть надгробной плиты, которая лежала на кладбище, старое Васильоостровское кладбище. Где же находилось это кладбище? Оно находилось прямо за этими храмами. То есть вот на этой территории располагалось когда-то первое кладбище Васильевского гостерства. Здесь изначально был построен при Петре еще деревянный собор Андрея Первозванного. Потом при деревянном соборе в 40-е годы 18 века построена была Пьетра Дрезини, родственника первого Дрезини. Построена была церковь Трехосвятителей Вселенских, как теплая. То есть тот был холодный храм, летний. А зимой службы проводились в небольшой церкви. А уже при Екатерине Второй построен был новый Андреевский собор, уже каменный. Он теперь тоже теплый, разумеется. Ну и здесь сформировалось кладбище, на котором хоренились совершенно разных людей, в том числе и грузинскую девушку. Можно перевести то, что здесь написано, разумеется. И как звучит этот перевод? Это эпитафия. Любезные братья мои, я была в этом приходящем мире дочь Кахетинского князя, обергофмаршала Джарджазева, и получила при святом крещении имя княжной губки. Божьей волей я была в супружестве со князем грузинским, первого разряда майором Эдишером Эмирхаровым, и провела всю жизнь с ним в сердечном согласии. Лишившись Отечества и своего имения, я прибегла в землю иностранную, перешла от мира сего в столичном городе Петербурге 28 марта 1745 года на 37-м году моей жизни. Иностранка, я, купив на деньги свои это место для моего приличного погребения, положена в земле, в церковь святого апостола Андрея, не оставив детей, которые бы молились за меня. Отцы и братья любезны, видя гробницу чужеземной грешницы и камень, покрывающий меня, молитесь Господу за меня, дабы он простил грехи наши. Вот такая вот эпидапия. Это чужеземная страна, которая не оставила детей, и некому за нее молиться было. Ну вот теперь есть кому за нее молиться, если прихожане приходят, могут помолиться, если знают перевод, конечно, особенно, наверное, те, кто грузинский, знают грузины. Грузины, как известно, православные, часть православная наша ортодоксальная церковь, и, конечно, являлись прихожанами в церкви православных. Церковь сейчас внутри отреставрирована, поскольку она была закрыта, здесь складские помещения располагались, в соборе рядом был филиал в музее городской скульптуры какое-то время, поэтому там сохранился иконостас. Иконостас в Андреевском соборе, его можно сейчас будет увидеть, зайти внутрь. Поэтому я думаю, что давайте, наверное, церковь, это не так внутри интересно. Вот, давай в собор заглянуть, немножко там согреемся, а потом я про него расскажу. Про Андреевский, про его значение. Вот здесь, где-то на кладбище. Вот здесь, где-то на кладбище. Вот здесь, где-то на кладбище. Продолжение следует... 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 Многофункциональный дом получается И снимать могли квартиры в том числе А внутри во дворе башня Загадочная, это башня грифонов расположена Мы туда сейчас пройдем во дворик Во-первых, познакомимся с улочками Помимо линии Васильевского острова С маленькими улицами, которые внутри кварталов расположены И поговорим в том числе об этих грифонах Давайте сейчас обойдем Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Железы не пускают нужных дворах Патериновать, конечно, на частную территорию Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дома Дима Торзок 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 переулок является не просто улочкой, а фактически дворовое пространство, но планировка здесь сохранилась со времен 18 века, когда линии должны были быть каналами, а внутри квартала вот этих островков прямоугольных, сетка улиц, продольные и пересекающие их. Вот одна из таких продольных улиц внутри острова, как бы представьте себе, вот это есть Невропский переулок, и таких улочек довольно много. Я тут подходил и играю, я не просто подарил его, уже он сюда просит, он постоянно покупает, он говорит, ничего ты мне будучи ребенком подсадить или куда делаешь? У меня уже целый ковер вот этих значков, он покупает. У нас такая история, ну, наверное, просто, что понравилось. Спасибо. Ну, не плохо, будущий коллекционер будет. Хорошо. Не, не. Удачи. Мое место. Я,… Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Вагоны, кварталы, жилые массивы, я ухожу, ухожу, красиво. Типичная питерская погода в конце зимы, в начале весны. Вот называют эту проустроенку тригельная площадь. Конечно, в КТЖ вместе с жильцами решили такую обозвать, самая маленькая площадь в России. Ну, она площадью не является, скорее, в России. Ну, подразумевает, я понимаю, пространство вот этого пространства. То есть от дома, наверное, до этих домов, ну и включая эту детскую площадку. Другое дело, что она, конечно, не площадь, а это просто дворы, но к чему отсылают? Потому что по проектам Трезини здесь должна была формироваться площадь, одна из городских площадей. Внутри этого острова, да, очередного острова, разделенного каналами, должна была быть торговая площадь, одна из. И, следовательно, вот она и получилась в итоге, такая торговая площадь. Называется она флигельная, то есть на нее выходят пристройки к доходным домам, то есть дома поменьше, где проживали люди попроще, не самые обеспеченные. Здесь же были и лавочки, и там сапожные, где у мастера работали. И вот могли чинить кареты, вот каретные мастера, видите, там как раз мастерская, кровельная мастерская, видите, написано. То есть до сих пор какой-то мастер там живет и работает, значит, чинит кровь, получается. И в итоге вот формируется именно на Васильевском, благодаря вот этим большим внутридомовым кварталам, внутрикварцальным территориям. Продолжение следует. Продолжение следует.